у нас вторая часть ребят 1 будет по ссылке в описании там затрагивал вопрос вообще чем занимается обжарщик на производстве в общем вот такой вот кошмар получил с первой партии под фит хорошо вот смотри я сижу вообще не знаю что это за зерно иргачев мытый great 2 заявленный она очень разная это одна обжарка или нет вот это вот с этого пакета это я просто сидел и пальчиками отбирал это я со всего пакет набрал то что сильно светлее вот а здесь если несколько квакеров вот их вижу но самое грустное для меня то что у меня сейчас непонимание что пошло не так ты говоришь большая загрузка смотри на первое самое что главное первое еще раз говорю разобраться то что мы говорили вот эту обжарку ты можешь если с учетом того что это нормальное зерно ты можешь назвать стилем но его и не может быть пока обжарки нет ну вот допустим это какой-то стиль чей-то обжарки вот так жарить или нет ты как нет это дефекта вот это все супер не до жареное зерно да это вот это даже мы смотрим у тебя такого не до жареного зерна там допустим 40 процентов там или там я не знаю сколько но здесь это нормально скажем так но как вот не а вот это много такого зерна другого зерна у тебя там допустим мало если у тебя прям пачка такая 50 на 50 вот реально что 50 светлое там 50 темного говорится об одном в том что у тебя произошел какой-то сбой в обжарке который не дал тебе нормально пожарить кофе объясняю почему потому что если у тебя одна часть зерна пожарена а вторая супер светлая не перемешивалась это дефект именно скорее всего либо на того что ты загрузил допустим в три раза больше загрузки у тебя что-то там сгорело что-то не дожарилось либо ты чё-то не так сделал слава богу это не половина насколько я помню я просто отбирал самый сколько ты грамм засыпал 200 здесь примерно 170 получается уже обжаренного зерна это еще не все но условно говоря таких светлых больше нет за то что я ручками отобрал смотри это пожарено все на конвекционном роста 1 по . чистая воздушку то есть там есть один поток на 1 по точным ростере есть очень большая проблема там нужно регулировать скорость потока он здесь именно здесь реальности регулируется только температурный режим скорость потока он нормальный сними пули тогда это очень плохо потому что у тебя если ты не регулируешь скорость потока у тебя будет всегда такой результат либо нужно подбирать загрузку которая жарится на нем нормально объясню почему потому что у тебя зеленое зерно когда на зеленое сначала она очень маленькая тяжелая и поднять его очень сложно потом она легче и она начинает летать вот именно в этот момент из-за разности прогрева у тебя и получается такой результат там есть много очаговые обжарки да у тайфуна у него там в идее было поле очаги там много было потом они там перемешиваются потоки сразу в сторонку дня но он как очагами так делает типа много очагов было у них сам первом модели сейчас не знаю у тебя один очаг это когда вот с центра дырям вот когда он тебя так разбрасывает изначально у тебя формируется подушка когда ты загибаешь он те нижнюю часть не может подбросить а верхняя там чуть-чуть летает где-то у тебя получается она по-разному прогревает вначале по у меня получается на заклады большую мощность а потом у тебя все летало да а потом можно снижать а можно нет вот у меня есть здесь обжаренный 150 грамм давай вот смотри если ты возьмешь здесь есть очень странное но тоже общее время здесь меньше получилось но это тоже закладка такой меньше но в целом профиль изменение тоже нагрев до нагрев после одинаковое совпадение у нас идет и разница именно в весе закладки на когда я вытащил его из роста выглядел он гораздо страшнее чем вот этот вот я вижу слушай а у тебя нормального то зерна нету в каком плане нормально ну если ты хочешь и учишься жарить это мытое на эфиопе не учится жарить если ты учишься жарить надо учиться жарить на гатемала сальвадор колумбия мытое что-нибудь такое у меня колумбия мы ты на это я все жарил под эспрессо но здесь есть она учит посмотрим да у меня есть зеленка даже сейчас больше но тут видно позже ну что это неравномерный нагрев это просто шлака потому что у тебя часть зерна перегрета часть недогрета здесь сразу да видно вот это вот это может быть нормально да вот это квакеры это это к обжарке не относится это относится к зерну вот это там у тебя там недожарено да и то есть у тебя получается то что есть у тебя такой большой разброс это не по три зерна выбрала его много говорит о том что у тебя все равно перемешивание произошло недостаточно либо было недостаточно перемешивание и чрезмерный нагрев то есть нужно чуть-чуть убрать нагрев чуть-чуть улучшить перемешивание и допустим чуть-чуть увеличить время обжарки тогда у тебя колер будет ровный но все это нужно пробовать в реальности на нормальном зерне потому что еще раз у меня даже точки отчета нет я даже не знаю что это за зерно там допустим 4 great как правило там 2 great они рекламе регламентируются технически и 4 рекламентируются технически и у тебя вот этот коса который ей да там это допустим 4 great и для регламента его хватает но для того чтобы продавать нет и чаще он приходит гораздо лучше вопрос именно в том что для того чтобы понимать нужно знать какой-то референс то что это я понимаю я тебя понял это кто это уже дули его воду ли ну я рая дуэм тесте то есть они прислали 3 зеленка это о ламовский проект дули мы недорогой недорогая колумбия это же эспрессо я пытался вот видишь у тебя уже нормальное зерно вышло и у тебя уже там дефекта да там какого-то его не сильно много в обжарке да там есть вот то что чем я сейчас занимаюсь это полнейший долбаямиism мы это делать вообще абсолютно нельзя но для понимания сколько проблем нет она более ровная но нет она более ровно то что само зерно такой более ровны но здесь можно чё заключить здесь а тоже налицо часть перегрето часть недогрета с учетом того что это обычная мытая колумбии она должна быть как бы супер ровная поاهнам да здесь а опять же та же проблема это проблема перемешивания при этом вот зерно саму видишь у тебя не абсолютно нравится как у классного зерна есть такой градиент это говорит о том что водная активность как бы нормальная не супер низкая там есть влага и сахара которые они так по очереди карамелизируется таким морщинки появляются в отличие вот какого-нибудь знаешь там вот такого вот плоского ровно но есть знаешь такие вот если там видишь вот такую вот поверхность на зерне как правило в 90 процентов случаях это нормальная кислотность сладости как бы у кении такого много вот это можно попробовать сейчас я понимаю вот это мы уже пробовать нет смотри тут суть в чем здесь само качество как бы зерна она получше да и физически его характеристики и вот если мы вот сейчас начинаем отталкиваться чтобы учиться там жарить надо отталкиваться от него естественно видно что на этом ростере что-то пожарить можно если ты хочешь вообще понять как работает оборудование если ты хочешь вообще понять что тебе нужно делать для обжарки тебе нужно взять недорогое ровно и без вот так и так и раз криптового то есть поэтому тебе прислали дулиму на какой-нибудь гватемале мы ты можно учиться там да на каком сальвадоре мы там но там ты будешь учиться там каким-то физическим брать сразу эфиопию ты знаешь да что эфиопия это по факту уже blend внутри 100 я знаю вот и брать сразу эфиопию это достаточно опрометчиво вот допустим у меня уже нормальный эфиопия 1 играет все очень четко колер очень неровный и мы сознательно на это идем бы многие гачу вас там не ровно пожарено там вы чё даже ровно пожарить не можем мы же жарим чтобы вы на зерно не смотрели а чтобы вы его пили да что ты жарил вторым третьим четвертом это третьим уже было под эспрессо вот давай потому что вот это и ровно может быть у него есть еще дефекта что он не прогревается самого начала суши но на нем можно жарить судя по виду с этим есть пережарка то что я почтал пережаром будет интерес посмотреть давай посмотрим ну а вот тот эспрессо который ты пьешь смотри у него есть все показатели нормального эспрессо он будет придушенный немного копченый у него достаточно большое время развития короче я знаю как этот кофе сварить грубо говоря его надо варить как наше молоко супер короткий в рейте мы можем его сварить хочешь сварить я предлагаю оба вот эти сварить вот это мы будем варить по классическому варику вашему как мы варим я чуть-чуть переберу а это мы будем варить по нашему молочному рецепту будет немного копченый скорее с таким знаешь как черносливым вкусом то а вот это может быть слишком острый шарп очень такой кислотный как бы и может быть даже древесные ноты будут лезть мы его потрясли немного догазировали пять минут пять мало конечно всегда 15-20 ждать но соль она все равно никуда не уйдет ну как бы но что-то даст понимание именно как бы нам того какой этот кофе будет а для начала мы чё сделал мы сейчас один эспрессо быстренько сварим с тобой с кофе который не до газированный для того чтобы показать тебе какой дефект ты родил во время обжарки я его сварюсь бюджете от 2 не а ты это не нормально потому что и я буду себе подыгрывать нужна большая чашка его нужно разгазировать ложка не надо это все для это все для детей знаешь когда вот ложечкой двойной эспрессо с такой чашки пить нельзя вообще абсолютно широкая чашка для аромата это точно тут манга вообще он прям валит даже в таком варианте копченость какая-то но вот это то что ты добился ишьте сразу сказал будет копченый чернослив мошноты сельди скумбрии скумбрии я сейчас скажу очень такой страшная вещь три года назад я бы посчитал хорошо смотри фишка в чем ты чувствуешь у тебя сзади на послевкусие сверху оболакивает вот как уголь такой он не яркий да и это только то чего ты добился вот именно пережарив но если мы сейчас сожмем брюре этого то что я те предыдущие дела предыдущие даже у тебя вылезет не кислотность она даже сладость вылезет этот карбон от времени он уйдет на второй план все наш кофе раздышался он должен там к экстракции 2 секунды прибавить скорее всего я надеюсь что он их прибавит но это это будет супер невкусно давай тогда еще один сварим не 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 давай все равно все равно попьем я все пью это 22 секунды это не то что будет невкусно она будет просто не так сладко соль почти уходит это отлично короче я сейчас просто что сделаю чтобы он нормально сварился я сейчас увеличу граммовку слышишь 19 2 где-то сделаем и он тогда сварится так как надо ну я понял это уже не то что было в первые разы сейчас все будет не переживать все дай мне последний шанс если не сделал значит я просто плохой борис ты все и мы на этом с тобой порешаем я так не я просто сейчас увеличу граммовку еще и сварю просто 32 там грамма 1620 32 будет и все 1 и 629 секунд вот это то как я хотел самого начала это ну копчености уже нету она при него аромат дач какой как этот есть листы и ягоды какие-то как ароматизатор такой фанта лесные ягоды больше ты из этого кофе не вытянешь чем можешь я всегда пью из большой чашки если я хочу потенциал кофе не понимает по причине того что ты размешиваешь все крема и ты пьешь сразу тело нормально без вот этих крему лек это вкусно да не здесь есть копчено что она но это уже не это уже не карбон это такой знаешь сухой какао мне больше понравился пред предыдущий это это нормально но здесь хотя бы есть тело он очень сладкий он сбалансированный у него очень крутой аромат суть в чем под молоко его можно использовать это раз сто процентов во второе его можно сварить на 10 дней вот таким рецептом еще задрав 2 3 2 секунды то есть 30-31 с брюре эти 1 6 1 и 7 на брюре тех 2 он будет давать сразу горечь то есть если ты так переживай пережарил кофе овощи не переживай просто загони его в маленький брюре тело и ты вот сделаешь вот такой сладкий с учетом того что этому кофе 5 дней это хорошая эспрессо в коммерческий там или какой-то ну да какая хорика это очень я даже не буду спорить ну то есть это было сразу видно по тому рецепту ну позе позерну которая ты высыпал на стол я сразу сказал что из этого можно сделать молоко вот сейчас будем варить второй твой кофе но в нем будет проблема потому что там даже на больших брюре тел будет вылазить соль мы будем от нее уходить но знаешь в чем вся фишка для того чтобы те откопчености надо сжать брюре тело и добавить времени тогда ты выборишь как бы сахар и у тебя будет вот эта горечь идет тот эффект который сейчас для того чтобы сделать тот эспрессо классным нам нужно его сварить с брюре тело там допустим 2 и 4 допустим но при этом за короткое время и мы не уберем соль мы и наоборот усилим я сейчас его сварю за 24 секунды при набрать его 24 если мы с тобой увидим что это дает очень много соли то мы уйдем там в секунд в 28 и посмотрим вот эти ноты которые у тебя есть такие травяные как сухой свежий но сухой садовый горох обычный и он уже говорит о том что скорее всего здесь будет вот эта травянистая соль там не до жареностом и с большим временем да да получается лучше он этот процент был неправильно подобран да вопрос в том что ты из него можешь то есть еще раз говорю чем больше дефектов тем меньше окно чем меньше окно нормального вкуса и как бы вот ты из того можешь добиться нормально из этого мы попытаемся но я не уверен удалимый у самой там туруарная части не такая большая там да иногда можно там и манга какие-то сладкие штуки но манга ближе к овощам знаешь какой вот и какие-то даже как лесные ягоды прослеживаются но в светлой обжарке будет больше близко к травянистости и ко всему ты не дожарил еще усилил это кстати холодная чашка это уже хорошо потому что такие сочные эспрессо большого объема лучше варить в холодной чашке и даже с холодным полом наоборот да и лучше варить даже с холодного холдера так мы сварили с 18 с половиной 42 грамма за 25 секунд это такая достаточно стабильный экстракт не знаю этот сучка я не могу сказать мне вообще да 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 потому что он соленый будет очень сильно соленый он травянистый если да 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 это я же тебе еще раз говорю это очень сложно будет скорее всего настроить если первый мы можем потому что там по зерну видно что можно тут скорее всего из того кофе мы сварили нормальные питки эспрессо и не один мы сейчас что делаем мы сейчас еще уменьшим дозу 18 грамм сделаем чтобы это было 22 секунды 40 45 где-то грамм но я сварю это в супер холодный холдер в чем мы сейчас делаем мы сейчас убиваем теруарность в угоду вот этой вот кислотности сбалансированной но не что перуарность а вот то что ты в обжарке развил мы это сейчас старательно попытаемся скрыть 22 секунды 44 грамма все это единственное что я могу предложить сделать с этим кофе ты можешь попробовать он он не будет вкусным но он не будет отвратительным это не так отвратительно как было первый раз знаешь не это безусловно 1 было ну понятно если сравнивать с тем что мы до этого приготовились того кофе тот кофе как ты правильно сказал где-нибудь на кофе с собой если дадут это хорошо особенно с молочком это мы можем выдать сейчас мы заглушили теруар родили вот эту дешевую кислотость мы можем его выразить то что ты но это тебе не понравится это было в первом варианте мы выразили это в первом варианте хочет я напишу просто цифры и ты пожаришь и исходя вот возьмем твой пережаренный вариант вот то что делает сейчас обжарщик мы с тобой сделаем домашнее задание то как обжарщик корректирует про я понял я посмотрел по факту это как капинг да я тебе скажу андрей если ты хочешь чтобы это было лучше тебе надо сделать сейчас ты расскажешь как правильно жарить кофе ну нет я тебе в двух словах объясню схему то есть смотри это она тебя не научит как жарить кофе это вот как раз то схема принять решение когда у тебя есть результаты ты хочешь куда-то подвинуться да я сделал для себя схему там несколько лет назад там назвал ее систему двух треугольников вот у тебя график обжарки такой кривой да там есть точки там но да там есть загрузка выгрузка тут не смотрите она может быть там ниже загрузка это не варианты снимать выгрузка выше да там а это может пологий острый да там это неважно но глобально вот у тебя есть время развития то есть вот здесь у тебя пошел первый крик вот здесь у тебя выгрузка да и ты первый крик вообще сам считаешь по какому чаще всего сателлит когда у тебя есть первый а потом но сейчас мы говорим про обычном это зерно потому что на супер ферментированный у тебя как можно начаться вообще там за 20 градусов дома так тык-тык-тык чуть-чуть потом вообще замолчит и потом на когда пойдет подряд не но как бы грубо говоря если обычное нормальное зерно мы берем то это у тебя там тык и потом у тебя когда идет тык-тык типа как у него есть сателлит у вас много тык-тык вот тогда крик пошел хорошо я понял но не вот этот когда у тебя уже там в барабане чеченская свадьба то это уже плохо хоть прикол перегрев вот этот который 323 считался как раз только сейчас описал то что мы не смогли приготовить считал с момента первого щелчка поэтому не да что там можно еще взять и убирать еще 20 секунд с момента развития да смотри но вот для схематики вот сюда вот так сейчас отправлю вот мы выжарим вот так вот у тебя вот есть такой график и давай на нем отметим это старт да там тут температура здесь у тебя время это у тебя началось время развития и вот тут выгрузили да мы проводим несколько параллелей у нас рождается треугольник вот здесь вот этот грубо говоря такой ну тут прямая да допустим опустили и второй треугольник на у нас вот так два треугольник самое идеальное для того чтобы понять как жарить это дно это температура кофе который ты загрузил но нет смотреть ты загружаешь у тебя температура барабана было на сначала здесь и у тебя температура зерна она будет всегда снижаться потому что вот эта температура она а сеня нет вообще температуры загрузки если у тебя нету температуры загрузки и самого зерна то тена просто поменять оборудование или вставить эпоху мехифика график смотри то есть у тебя же есть график самого зерна температуры нет когда ты жаришь просто с одной шкалой то есть как бы вот с этой жаришь только с времени у тебя вот координатная плоскость я тебе сейчас хочу показать как жарить в нормальном если что лучше просто вшить какой-то термометр туда или опустить там там есть термопар это я им про другой я имею ввиду что у меня полностью воздушка у меня нет никакого барабана и у тебя самое главное смотри хорошо есть понятие есть понятие это и bt да и это это environment temperature то есть температура внутри роста environment это среда типа да а бета это температура зерна вот сейчас мы с тобой говорим про bt вот эта температура зерна но до дна температура зерна не реально потому что у тебя роста был прогрет до 200 градусов ты засыпаешь туда зерно 20 градусов и у тебя зерно по факту температура вот отсюда идет и вот в точке дна они примерно сходятся но это когда у тебя пошел рост и примерно вот в этом месте плюс минус там вот так не по у тебя температура зерна сравнялась с реальным показанием термопара и они вместе пошли в рост окей вот у тебя там потом график он может быть разный но суть не в этом суть именно в том что у тебя есть треугольник здесь у тебя какой есть показатель эта температура выгрузки вот поэтому то есть здесь температура до дублируется вот это вот по этой части у тебя там время да там идет вот эти две части теперь мы рассмотрим некоторые события почему я нарисую треугольник потому что вот это развитие мы воспринимаем это как время развития время развития время как понять результат вот если в глобальной формуле понять то есть для времени развития тебе нужна какая-то другая составляющая потому что как у тебя развился кофе ты определяешь по времени развития но если мы возьмем только время нам для финального результата нужно вторая переменная вторая переменная должна быть либо подъем по факту скорость но это будет неправильно потому что это всего лишь показания температура вот если грамотно понять что такое развитие мы должны понять на что-то опираться допустим взять температуру крека ну типа наличие крека и поделить отношения количество количество зерен в барабане на количество возможности не все зерна крека количество креков ну это их зерен и сколько у тебя крек ну вот это отношение мы должны выразить и тогда ты поймешь реальный процент развития понимаешь выход газа я понял как это это никак не сделать поэтому время развития это условная величина я тебе про что говорю потому что ты можешь до крека довести потом резко убрать огонь и поднять воздух и у тебя зерно потухнет она крекать не будет как рождается крек ты знаешь ну типа температуру внутри ну как попкорн короче смотри тут очень просто крек рождается так у тебя зерно выделяет газ у него у стенок есть пористая структура есть пропускная способность пропускная способность этих стенок допустим x до скорость выхода у тебя всегда меньше икса этого газа но в конце у тебя уже происходит очень быстрые изменения после моя рада там у тебя уже начинается реакция там кармелизация и у тебя газа вырабатывается внутри гораздо больше чем пропускная способность этих взрывается и он начинает взрывать когда у тебя x плюс идет из-за этого у тебя идет взрыв как остановить крек ты просто напросто изменяешь давление у тебя же еще эффект арбуза в самолете типа вот у тебя арбуз когда самолеты знаешь при неравном давлении взрываются в самолетах арбузы потому что у тебя здесь атмосферное давление а здесь ниже и она просто стремится наружу и взрыва его из-за разницы давления ты выравниваешь давление по факту поднимаешь воздух внутри барабана то есть разницу давления вот эту компенсируешь в зерне и снижаешь нагрев то есть нагрев порождает новые реакции новый газ там и прочее и у тебя крек хуяка ушел вниз то есть грубо говоря это неправильно да сильно нельзя снизить но снижать надо для того чтобы у тебя ничего не сгорело насколько можно снизить снизить можно на точку вот мы снижаем на автопиролиз так называемый это точка эквилибриума в которой у тебя при этой температуре роста бы поддерживал около нуля то есть он бы поднял вот это вот эту температуру да потому что у тебя после крека идет экзотермическая реакция когда у тебя начался крек смотри я понимаю вот здесь у тебя начинается интенсив секунд через 25-35 у тебя реакция уже полностью запущена ты можешь снизить температуру потому что у тебя экзотермическая реакция у тебя температуры много то есть зерно уже не надо подталкивать она уже само там надо к поддерживать да-да-да и ты его поддерживаешь она развивается так вот время развития не посчитать потому что она поднимает сколько у тебя сходу я может быть время развития две минуты но если я его схлопну зерно не разовьется я просто напросто уйду в грубо говоря останутся только те которые лопнули с самого начала поэтому я рассматриваю это как обычную физическую формулу расстояние это равно время умножить на скорость для скорость это скорость крека при нормальной интенсивности крека ты получаешь расстояние подожди дальше самое интересное здесь есть и мы там вот так вот возьмем она условно на одну вторую разделим у тебя получается вот эта часть что будет равно площади этого треугольника вот это будет у тебя развитием по факту я тебе просто пытаюсь ввести форму я понимаю я просто не очень понимаю вот эту величину скорость что значит скорость это значит вот это нормально ну то есть мы сейчас возьмем что мы никак не делаем и у нас гэп вот этот температурный он выражает скорость если мы сильно не изменяем зерно а теперь смотри я тебе сейчас вот эта площадь развития чем она меньше тем меньше развитие у зерна но нужно добавить к этим сторонам какие-то атрибуты которые тебе позволят понимать в какую сторону развивать вот я для себя добавлял такие атрибуты здесь кислотность яркость дескрипторы здесь у тебя получается сладость тело баланс подожди и вот по этой части тоже идет сладость тело баланс тут все очень просто умножая вот это и убавляя вот это умножая вот это сейчас мы сделаем ты не можешь прибавлять и вот это и вот это они взаимозависимы то есть ты что-то начнешь разрушать к примеру если ты сильно задерешь температуру ты скорее всего разрушить дескрипторы у тебя яркость уйдет и начнет разрушаться тело как тело разрушается она сначала становится таким допустим сначала мягкая потом все плотнее плотнее обволакивающая потом ты 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 бархатистая появляются крапинки она начинает разрушаться то есть если у тебя высокая температура она разрушит и дескрипторы и начнет разрушать баланс тело и затем разрушать начнется сладость понимаешь увеличивая одно ты уменьшаешь другое и увеличивая сладость тело баланс то есть продлевая вы делаешь или пост ты делаешь менее кислотной яркости и меньше дескриптор все во что вот здесь ушло по вся теория вот она и для того чтобы тебе что-то прибавить тебе нужно что-то убавить или что-то так если меня термопаром не тетки смотри ты не можешь одно и другое делать дальше смотри я тебе рисую два треугольника которые могут быть ну пример вот так это будет они будут с одной площадью но у них разные стороны то есть вроде бы развитие одинаково но тут разные дескрипторы этот больше кислотные яркие будет от более сбалансированной сладки и теперь мы выставляем граница разрушение дескрипторов кислотности и прочего как и рождение яркости по и же сходит здесь и вот тут мы начинаем рисовать самый-самый главный параметр для обжарщика насколько сильно можно уйти насколько сильно можно уйти вот смотри мы вот это родили так уйти можно настолько сильно пока вот это вот все проезжает и не начнет разрушаться тогда а как понять нам это изначально у тебя все же картина у тебя да так вот есть прикол по этому жару по по этому вот в этом вся фишка ты жаришь пробуешь на столе вкладываешься в матрицу и идешь такой то нормально что я по сути должен копить сразу получается ну вообще нормальный капинг через восемь часов делается но также как пожарил вечером пока это ну вообще да но также как и эспрессо можно отдышать там тоже через один-два часа можно нормально сделать то есть смотри эспрессо сильно начинает газить через час после обжарки примеру и вот сразу после обжарки можно нормально попить эспрессо когда он только остыл его можно попить через два часа он уже все пиздец его начинает газить так что ты его уже не попьешь поэтому эспрессо можно бежать то же самое зерном она будет не сильно яркая там какие-то атрибуты потеряны если сразу после обжарки смошу хорошо давай так значит если я делал фильтр обжарку я вечером каплю этот кофе лучше сразу но ты много еще раз говорю там ты делаешь поправки то есть знаешь что это нужен просто опыт для того чтобы попить это то есть как бы ты пьешь сразу и через 8 часов и через две недели ты там увидишь разницу то есть у тебя сразу он такой вкус будет более замыленный ты не все поймешь но как бы у тебя там добавится яркость чистота там вот такие вещи но она добавится позже у тебя то есть идеально там вкус кофе фильтры раскрывается там через три дня начинает это понятно да а мне вот чтобы скорректе например я хочу в этот день пожарить несколько батчи по понять как не скорректировать вот я пожарю первый я могу его сразу пока да естественно понимаешь что что-то поменялся этот кофе откладываю обжаренный изменяю то что мне кажется надо поменять снова его к прокапываю если мне кажется все нормально оставляйте два результата вечером прихожу еще раз капинку если с эспрессо то я получается как тогда тоже вот здесь да я тебе сейчас начало все хорошо прости берегу вперед везде надо вести шкалу то есть максимум ты ставишь на рост и для зерна тот максимум когда ты уже начинаешь что разрушать здесь разрушается кислотность яркость здесь разрушаются все дескрипторы появляются горечь карбон если ты видишь горечь карбон и прочее прочее это скорее всего перегрев по температуре то есть ты сначала грубо говоря из углеводов убрал водород или у тебя получились углеводов тот самый уголь да то есть ты спалил сахар чаще всего сахар нельзя спалить если ты жаришь долго ты запекаешь зерно у тебя зерно будет сладкой но у тебя пропадет сладость она будет такой более тяжелой там начнет разрушаться тело и баланс будет уходить в такую плоскую штуку ну то есть запеченный кофе он же никогда горьким не бывает без кусты ну да он но он не бывает супер горьким он запеченный вот ты в этом есть и прикол ты сладость тела и баланс как бы просто по качественным характеристикам похоронишь но при этом ты не родишь там карбон какой-то вот и ты смотришь то что развивать можно вот эту часть ровно до той пока тебе хватает кислотности яркости дискрипта иначе дальше идет запекание да дальше что самое главное самое главное учесть одну прекрасную вещь при типе обжарки у тебя есть вот эта кислотность яркости дескриптора кислотность яркости дескрипторы дескрипторы и сладость тело и баланс да и вот эти же вещи нужно искать в эспрессо для того чтобы представить эспрессо как он будет я в уме провожу математическую операцию верхнюю часть я делю на 2 ой я умножаю на 2 будет более да а нижнюю часть я делю на 2 то есть если тебе в каппинге скажется ну такой нормальный сладость тело баланс то в эспрессо и в каких-то супер ярких методах вот это будет увеличиваться в два раза примерно а вот этих будет уменьшаться в 2 раза а если у меня нет опыта в каппинге эспрессо обжарками что делать подожди если у тебя нет опыта в вождении автомобилей тебе что делать научиться понял я хорошо либо не водить да да ну как бы тут тут у меня одна нога как я могу бегать да тут вопрос в чем то есть вот эту схему которую ты делаешь для себя вот это развивается сложнее чем вот это и здесь допустим я беру шаги 5 10 секунд это реальные шаги которые влияют здесь я беру шаги 0 5 градуса тире 1 градус это реальные шаги которые влияют далее если мы говорим про вот эту часть здесь уже от 30 секунд влияние начинается разницу в общем времени обжарки 5-10 секунд поверь мне ты не почувствуешь 30 секунд минута 2 ты почувствуешь 5-10 секунд не будет никакой разницы не надо на это дрочить от 30 секунд начинаются какие-то изменения там существенные и тут все очень просто если ты добиваешь здесь тело и тебе уже не хватает вот этого начинают все разрушаться можно добивать здесь то есть увеличивать время обжарки если тебе нужно ярче сократить здесь увеличь здесь понимаешь я поймешь и ты начинаешь уже вот этими двумя треугольниками играться понял это работа это работает всегда теперь запишем теперь запишем величины это величины я просто в чистоту все переведешь значит здесь у нас один градус это то что и влияет да там здесь у нас 5 секунд да это то что сильно будет я понимаю но ты должен да но ты должен понимать относительность одного градуса если у тебя ростер крыкает на 170 а второй крыкает на 200 то во втором случае один градус будет меньше чем в первом случае потому что это меньше в процентах понимаешь да только я понимаю то что я сейчас сразу пытаюсь приложить под свой у меня не температура я тебе просто пытаюсь может быть твоим зрителям объяснить когда я все поджарить кофе я кружусь сразу по трубам а тут но тут все очень просто как жарить кофе ты жаришь накладываешь вот эти все штуки на свою эту и в голове делаешь мне нужен кофе ярче я повышаю хорошо в случае с тем кофе который был соленый что ты будешь делать я увеличу скорее всего вот эту часть секунда штрих два штрих я увеличу здесь время получается зачем для того чтобы вытащить сладости тела подожди у тебя самый главный сам да у тебя соль трава и прочее это на какой части находится тогда вот здесь это разговоры это не без начала нужно раскрыть дескриптер соответственно для того чтобы свой кофе как-то раскрыть нужно да но нужно понимать что здесь вот здесь вот эта штука не должна быть короче там чаще всего 7 минут в зависимости от роста и не должна длине быть там 14 там минут ну там иногда 15 бывает это есть там запеченный вариант то есть лучше тогда смотреть здесь вот этот гэп чаще всего он никогда не меньше 6 градусов и никогда не больше даже на эспрессо там 16 градусов время развития на нормальном мы там кофе для фильтра практически всегда 55 секунд стире минута 30 но иногда бывает мы у нас практически всегда минута 0 5 минут и 20 еще с ужин эти просто расширение для эспрессо практически всегда это минута 50 тире там 230 и молоко 245 мы делаем наши до до 3 45 примерно мы попали но смотри но да с молоком другая история там у тебя немножко по-другому мы доводим нормальное развитие а потом жарим на негативном роли это уже другая вышка потому что у тебя здесь площадь она будет сокращаться по факту то есть у тебя будет фальше развитие то есть если ты жаришь с негативным рором и последний треугольник он у тебя будет примерно эти вот нет для того чтобы вот так можно слабости тело да здесь мы запускаем крек а потом его туши на нем у тебя идет по-другому вот это мы сейчас не берем в расчет эти просто цифры какие-то даю значения чтобы ты понимал и ты получается должен сначала родить убрать траву соль и прочее родить какие-то дискрипторы понять что это максимум пожарить этот кофе фильтре несколько раз сказать вот это его максимум а потом стать искать а теперь мы рожаем тело сладость и баланс и тело сладость баланс ты по факту будешь всегда отбирать у яркости не скажу не бывает супер яркого супер кислотного супер дескриптора при этом сбалансированного кофе но бывает супер крутая кислотность сочность и при этом классный баланс то есть тебе нужно стремиться не к количественным характеристикам а именно к качественным сначала ты развиваешь вот эту сторону для себя и потом начинаешь и балансировать вот этой стороной то есть условно говоря но это надо много кофе одинакового допустим вот у меня нету конкретно измерительной температуры уметь температурный режим андрей андрей я пытаюсь понять для себя как внутри вот это и так уже сложно для того кто понимает ну начинает что-то понимать на консалтинге там на всем мы всегда занимались тем что я там заклеивал градусники гуя бля час вот два-три раза жарю на рост рыгу сейчас я пожарю вкуснее всего вообще без всяких этих и мы жарили просто опираясь на физические звуки звуки цвет зерна и пожарить можно для этого нужен опыт ты сейчас хочешь перепрыгнуть вот это все и не пожарить именно так пожарить можно но сделать для этого систему нельзя но я бы у меня утворя моем случае у меня нет контроля вот этой величины я не могу проконтролить температуру даже понять смотри но это я тебе все очень сильно упростил я твоего просто показал но я тебе какую-то логику хотя бы подарил как что делать то есть хочешь больше тела сладости баланса увеличиваешь либо время либо время развития но при этом у тебя не должно вот это залезать то есть для того чтобы увеличить сильно время развития ты не можешь уйти наверх потому что тебе нужно будет снизить интенсивность нагрева и у тебя получается ты начинаешь регулировать вот эти все вещи и у тебя рождается какой-то вкус но опираясь на это ты понимаешь то что дескрипторы сначала надо родить а потом их надо поженить вот с этими всеми штуками если у тебя нерожденные дескрипторы и ты их пытаешься жить это запеченный кофе понимаем поцепить что его могу я сейчас вижу вот суть в чем ты для начала учишься как развивать а потом как тушить поэтому фильтр очень важен сначала ты учишься выражать всю гамму вкуса и вот вспоминаем вот это а потом ты учишься выражать все тело и баланс потому что чем смотри экстракция это продолжение обжарки чем короче время развития и ярче тем длиннее экстракция и ниже концентрация чем длиннее время развития тем не меньше тем наоборот выше концентрация и короче экстракция в этом весе прикол то есть как бы это все взаимосвязанные вещи поэтому когда ты жаришь супер ярко супер быстро скорее всего это экстракция должна быть супер медленной с атмосферным давлением и как бы супер плавной и тогда у тебя получится с низкой концентрации нормальный яркий вкус кофе если ты жаришь супер баланс супер там допустим долгий сладкий тебе ты его выражаешь экстракции то есть ты делаешь большое давление короткую экстракцию и у тебя рождается вот этот вкус то есть в одном случае ты баланс рождаешь заваркой а в другом случае ты баланс рождаешь обжаркой блять так это и работает поэтому не существует никаких ум не ростов и прочих система очень простая она работает всегда совсем везде я этом для себя родил лет семь назад как бы и вот этой системой можно пользоваться любому человеку как пофиксить обжарку с привязкой к нормальным действиям без всяких истеричности то есть если ты начнешь резко гасить вот здесь вот эту скорость ты потушишь крэк если ты хочешь ее погасить тут самое главное тебе надо сделать действие вот здесь то есть раньше то есть как бы там очень много вот это этап это когда ты в зерно напихиваешь энергию и потом когда ты напихал ее много вот тут выходишь тут ты можешь поставить в точку вот эту нуля когда он с этой энергии пошел если ты ее напихиваешь вот здесь а потом ее резко отбираешь где ничего хорошего не выйдет ты просто спалишь на я так и делал вот так нельзя делать ты ее напихиваешь самого начала не это не значит что надо лесенкой жарить вот так как многие делают это плавный путь запекания ты напихнул и вот здесь как бы напихнул ее вот столько они вот столько да и в какой-то момент и потихоньку рубишь и она у тебя идет как бы на автопирозис это можно на ход топе на чем-то как бы жарить это вот самый простой вариант при котором любой домашний обжарщик если у него есть типа можно дальше к воде сводиться к дебилизму как пожарить чем меньше данных тем меньше советов как пожарить вот так пожарить на сковородке как пожарить быстрее мешай понимаешь вот эту схему может применять вообще любой человек который хочет научиться как-то управлять вкусом обжарки есть условности кислотность яркость вот допустим яркость это супер рождается но кислотность и дескрипторов она заложена терруаром то есть не надо с индии там допустим пытаться выразить но если ты хочешь выразить это в этом зерне тебя двигаться на отсюда поэтому нужен простой кофе чтобы он да не было в этом месте прикол чтобы тебе было зацепиться за что поэтому эти губа ты мало сальвадор колумбия какое-то что-то просто не надо брать бразилию потому что бразилия это вообще нужно вывести нужно вывести в отдельную историю это бразильская арабикаита бразильская арабика они арабика вообще я бы и в принципе и бразилию бы торговал бы отдельно на бирже а что-то прокомментируешь про то что мы не например наоборот говорили про конвекционный рост и что его надо быстро жарить фильтр смерти конвекционный роста ввер Если он игре типа нагрева и от всего конвекционный сушит больше первым жарит равномернее он уже яркость уменьшает то есть яркость еще и дескрипторы она достигается еще разным колером это зависит от типа нагрева конвекционно это уже убивает то есть вот тут уже меньше возможности а вот тут уже больше потому что прогрев идет лучше то есть это же все к прогреву зерна относится и это не совсем правильно что на жарить быстрее это не так то есть там общие цифры для всего работают но зерно истин в этом есть что как бы меньше яркости всегда будет больше баланса то есть он вот на этом потому что вот это прогрев равномерность прогрева а вот это его скорость прогрева понимаешь соответственно у него вот эта часть решена именно типом нагревателя они соответственно как бы самим показатель потому что конвекция греет лучше но чистого кондукционного нагрева у тебя нет нигде ну конечно он всегда и чистого конвекционного тоже просто в классических горелках он более тут тоже есть кондукции ну конечно нагревается металл да да сама кофе внизу сет у тебя еще есть вторичная кондукция когда у тебя плохое перемешивание да такое тоже есть когда зерно нагревается об само зерно когда у тебя плохое перемешивание зерна перегрето часть не нагреты действия у меня нету условно говоря вот этой цифры да то есть я могу соответственно просто обжар начинать считать как то есть загрузить зерно по сути в комнатную температуру меня получается не могу нагреть и делать нагрев просто очень медленный доводя его будет условно если у тебя нет вот этого ты можешь пожарить если у тебя нет вот этого ты можешь пожарить объясните почему то что это всего лишь отображение того что творится внутри причем вот это в реальном времени а вот эта шкала в прошедшем если мы по зерно говорим там дальше наслаивается воздушное я тебе просто покажу дальше наслаивается воздушная температура потому что когда воздух это вообще будущее когда ты видишь воздушную составляющую ты понимаешь что у тебя разница между ними падай соответственно у тебя эффективность нагрева в будущем упадет потому что у тебя воздух не такой горячий уже то есть разница между вот этой температурой она меньше у тебя прогреватель по факту менее эффективен то есть гэпа меньше и он будет меньше нагревать зерно данных много чем больше данных тем лучше для умного человека если очень много данных для глупого человека это его запутает я кучу разных теорий знаю рором мором там по воздуху и вообще всего-всего-всего из всех тонн информации которые в свое время перечисал вот это самая простая и рабочая инструкция к тому что остальные аффекты результата настолько маленькие что ты можешь даже их не почувствовать что я понял ладно буду дальше ничего сложного изи-дизи большое спасибо да не что